ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насколько широка стала география биатлона? Интересно будет наблюдать, как они выдержат все-таки четыре рубежа, а это не два. Здесь напряжение больше и усталость при любом раскладе сегодня даст о себе знать. Здорово ведет стрельбу. Уже не торопясь, да, аккуратненько очень. На предыдущем этапе Кубка мира в Холмин-Коллине она намного быстрее себя вела и менее контролировала ситуацию. Сейчас ей на позиции лидера приходится быть более аккуратной. Да, всех холмин-Коллинских воробьев там она перестреляла. Ну что? Ну что, четверка. Да, да. Четверка, я думаю, что определилась в сегодняшней гонке. Все молодцы. Все молодцы, все стараются. Витоцы без штрафных кругов. Ну и давайте смотреть за секундами, которые вот сейчас сформировались на уходе. Бреза Буше 15 секунд. Было 12 на Джан Муно. То есть даже чуть-чуть подросло. Тем временем отметка 2,6 километра. Бреза Буше удерживает свое преимущество. Тандербольд проигрывает 18 секунд. Джан Муно ее достала. На рубеже их разделяло 3 секунды. На уходе с рубежа сейчас разница минимальная. Витоцы на четвертой позиции 27 секунд. А у нас уже второй рубеж тем временем. Ветра практически нет сегодня. Поэтому и стрельба более-менее идеальная. И всей десятке, которая сейчас идет группой лидеров. Хотя отставание у 10-й, у Джулия Симон, минута 37 достаточно серьезное для борьбы за первое место. Но, опять же, надо забывать критические условия высотного стадиона. Так, все выстрелы ложились вниз. И в итоге два штрафных круга у Бреза Буше. Вот вам, пожалуйста. Вроде напряжение не чувствуется по дистанции, как оно идет. Кажущаяся легкость одновременно подразумевает наличие таких ошибок. Справляется с Лешкой Ингрид Тандервольд. Спотыкается на уходе. Очень аккуратно, мне кажется, ведет себя Лу Жан Муно в сегодняшней гонке. Она и по дистанции идет аккуратно. Старается катиться больше. Она чаще ходит вообще по дистанции. А сегодня видно, что она старается более расслабленно, что ли, идти. Ингрид Тандервольд и Лу Жан Муно. О, сейчас лицом друг к другу. Да-да-да. Глаза в глаза. Глаза в глаза. Где-то уже такое я видел. Было-было. Вот молодец. Оттерпела, Жан Муно. Оттерпела. А вот Тандервольд теперь уже стиснув зубы и промазала. Я ожидаю, да, к сожалению, было. Когда у нее, да, появляется напряг, она опять упадает, попадает в эмоциональную свою ямку. Не буду говорить яму. Ямку она попадает и не может с ней справиться. Ну и плюс к этому, как мы говорили, все равно высота. Вот, пожалуйста, Брезабуше. Такая же точная история. Ализа Витоци. Ализа Витоци. Тихий сапый. Раз и она уже вторая. Аккуратно, спокойно, не торопясь. Одевает палочки и уходит в погоню за Лу Жан Муно. Аккуратненько, спокойненько ведет свою гонку. Молодец. Так, снова группа преследовательниц. Кнотен, Давидова, Томин Гас. И ждем здесь еще и Эльвир Оверк, у которой один из самых таких значительных рейдов по ходу этой гонки. 28-й стартовый уже на 11-й. Она переместилась. С нулями идет Светка. Прогресс у нее такой достаточно серьезный. Симо. Симо, он справляется с третьим огневым рубежом. Очень чисто, быстро, красиво. И, ну, я думаю, что будет сейчас очень близко. Пойдет в одни ноги с двумя лидерами сегодняшней гонки. С Ингреном Тандервольт и с Жустин Брезабуше. Жулия Симонда, она эту подтягивает. Она подошла к своим соперницам и будет сейчас пытаться эту группу приблизить к рубежу. 44, 45, 47 на очередном отрезке. Ну, она их очень грамотно еще и напрягает с точки зрения того, что все ведь знают, что она будет стрелять быстрее. Итак, смотрим на стрельбу лидеров Жан Муно и Витоцци. Итак, уважаемые зрители. Развязка. Красивая развязка. Красивая. Ой, отточенные движения. У меня такое ощущение, что у них один тренер, который ставил им технику стрельбы. 2-2. 3-3. 4-4. 5. 5. Вот это будет интересная гонка сегодня. Здорово, здорово, здорово. Не понимаю вообще, как это. Как такое? Как такое, да. У них техника одинаковая, встали одинаковые. Вот винтовки как будто синхронные. Я не знаю, может они в синхронном где-то есть такой вид спорта, синхронный биатлон. Синхронный биатлон, да. Так, еще одна группа синхронисток пришла. Синхронистки его смотрения. Раз, два. Все, поехали. Я даже не сомневаюсь, кто здесь самый быстрый стрелок будет в этой группе. Так, мажет. Но не самый точный. Да все мажут. Симон на круг. Симон на круг. Там вроде на два. Приза Буше на два. Приза Буше. Да, все. А могла бы побороться Симо сегодня. Но третий призер тоже стал известен. Несколько секунд назад. Да. Давайте посмотрим за Томингос. Очень хорошую тоже гонку проводит эстонская спортсменка. К сожалению, промазала вторым выстрелом. Но она держится в шестерке. Лиза, Лиза вперед вышла. Лиза вперед вышла. Посмотрите. Ну, решила сразу взять бока за рога, да? Да. Симон вышла со штрафного круга. Родно минутный проигрыш. Окно уходит четвертое. Вот спортсменка. Тихо, саппой тоже, да? Тихо, аккуратненько, спокойненько. И очень здорово катят лыжи у Жан Муно. Так, хотела она внутрь скакнуть. И скакнула в итоге. Внутрь. Так, Лиза садится за ней. Ну, ну, смотрим. Сейчас поворот левый. И все, стадион. Нет, проиграла. Тактически проиграла. Нет, еще нет, еще нет. Еще нет, еще нет. Еще не проиграла. Раскатывает на финиш. Еще не проиграла. Еще не проиграла. Еще не проиграла. Проиграла. Да, тактически. Вот чуть раньше было надо было начинать на большом подъеме. А здесь уже Эльвиру Оберк вообще в расчет не берем. Та, да, продвигалась неплохо по гонке. Но пока что идет лишь десятый. Это даже не место цветочной церемонии. Кнотон становится четвертый. И благодарит публику. Благодарит своих родственников, которые приехали здесь тоже ее поддержать.